К середине IV века до н.э. политическая анархия в Древней Греции достигла своей высшей точки. Элата тогда не являлась чем-то единым, а делилась на множество городов-государств, называемых полисами. Эти государственные образования заметно отличались друг от друга своими размерами, однако в основном состояли из города, где проживало большинство населения и располагавшееся вокруг сельской округи. Многочисленность полисов, их запутанные отношения и отсутствие общего авторитета приводили к постоянным военным конфликтам. В конечном итоге война стала обыденностью в Элладе, превалируя в политической, культурной и интеллектуальной жизни. Впрочем, было время, когда греки все же смогли отложить взаимные расприи и объединиться ради общего дела. Полтора столетия назад древнегреческие полисы столкнулись в военном конфликте с могущественной Персидской империей, раскинувшейся на огромной территории от Малой Азии до Индии. В 490 году персидский царь Дарий I дал старт военной экспедиции против Греции. Его войско высадилось на марафонской равнине приблизительно в 30 километрах от Афин, где его разгромили совместные силы афинских и платейских гоплитов. Десять лет спустя преемник Дария, Ксеркс I, отправился в поход против Греции с куда более крупным войском. Преодолев сопротивление греков при фермопилах, персы дошли до Афин, которые взяли и разграбили. Только объединив усилия крупнейших полисов, греки смогли окончательно сокрушить персов в битвах при Соломине и под Плотеями. После этого цари Персии больше не предпринимали попыток покорить Грецию силой, однако персидские деньги еще долго служили дестабилизирующими факторами в греческой политике. Вскоре после завершения греко-персидских войн, два самых могущественных военно-политических центра греческого мира Афины и Спарта начали борьбу за гегемонию в Эладе. В середине V века казалось, что фортуна благоволит Афинам. Основанный под их предводительством военный союз был самой могущественной силой в регионе. Однако внешнеполитические амбиции Афин оказались выше их реальных возможностей. И к концу V века Афины, потерпев сокрушительное поражение в Пелопонесской войне, уступили лидерство Спарте. Но и спартанцы оказались не в состоянии утвердить свою гегемонию. Миф о непобедимости спартанских гоплитов разрушили фиванцы, одержав убедительные победы при Левктрах и Монтинеях. Лидерство Фив, тем не менее, тоже оказалось недолговечным. И к 340 годам до н.э. все три полиса погрузились в изнурительные войны со своими соседями и бывшими союзниками. Внутренний раскол в Эладе не прошел мимо внимания самих греков. Многие из тех, кто выступал с призывами к объединению Греции, видели выход из политического тупика в общем панелинском походе против персов, целью которого стало бы отмщение за светотатство, совершенное во время греко-персидских войн. Наиболее ярким сторонником этой идеи стал афинский оратор Исократ. Поначалу он полагал, что организацию такого похода могли бы взять на себя Афины и Спарта. Однако они были уже не способны выполнить эту задачу, хотя и пытались еще играть роль великих держав в греческом мире. Со своими призывами Исократ также обращался к фессалийскому правителю Ясону Исфер и к сиракузскому тирану Дионисию I. Ясон, однако, погиб, едва приступив к осуществлению своих замыслов, а Дионисий был слишком занят сицилийскими делами и борьбой с Карфагеном. В конце концов, единственной силой способной, по мнению Исократа, объединить эллинов для похода на восток стала Македония, а ее царь Филипп II казался афинскому оратору естественным предводителем такого похода. В то время Исократ был одним из немногих, кто всерьез рассматривал Македонию как значимую политическую силу в регионе. Из-за отдаленного географического положения и невысокого стратегического значения Македония всегда была аутсайдером эллинской политики. Страна не отличалась высокой степенью урбанизации, и ее население состояло в основном из пастухов-скотоводов. В связи с этим многие греческие писатели и мыслители воспринимали жителей Македонии как наполовину варваров, обитавших где-то на задворках цивилизованного мира. Территория страны постоянно подвергалась набегам иллирийцев, которые в 359 году убили македонского царя Пердику III и поставили под вопрос само существование царства. В этот кризисный момент на первый план в македонской политике вышел Филипп II из рода аргиадов. Устранив всех прочих претендентов на престол, в том числе своего малолетнего племянника, Филипп в 359 году был провозглашен царем Македонии. За короткое время ему удалось провести ряд преобразований и вывести Македонию в число наиболее могущественных государств греческого мира. Прежде всего, Филипп существенно реорганизовал македонскую армию, отталкиваясь от фиванского образца. Вся страна была разделена на военные округа, каждый из которых должен был поставлять определенное количество воинов. Новобранцев Филипп вооружил новым оружием с арисой – длинным и тяжелым боевым копьем длиной в 4,5-5,5 метров. Поскольку избранное оружие требовало двух рук, чтобы действовать им, похожий на огромную пуговицу щит диаметром в 60 см подвешивался на шею ремнем. Не имея средств на массовые закупки тяжелого защитного снаряжения, Филипп снабдил воинов легкими доспехами, одновременно повысив мобильность македонских пехотинцев. При построении фалангу острия сарис первых трех-четырех шеренг находились перед строем, тогда как воины в следующих рядах держали свои копья вертикально или наклоненными в сторону противника. Ощетинившаяся копьями, выставленными далеко вперед, фаланга была движущейся крепостью, трудно уязвимой, сметающей все на своем пути. Этим компенсировалась ее неуклюжесть и слабая маневренность. Однако, чтобы оказаться тактически успешной, македонской фаланге требовались стойкие, упорные, дисциплинированные и хорошо выученные солдаты. Осознавая это, Филипп тренировал своих воинов, заставляя их проходить по 50 километров за один день, причем в доспехах, неся с собой щиты и сарисы. Не забывал Филипп и о других родах войск. Ядром македонских вооруженных сил служила кавалерия и особенно представители нобилитета, формировавшие гвардию царя и выступавшие на битву верхом. Они назывались царскими гитайрами, то есть товарищами, или свиты из особо приближенных. Из изначальных 600 человек товарищеской конницы Филипп создал крупное формирование тяжело вооруженной кавалерии. Основополагающей частью конницы стала ила из 200 человек, разделенная на 4 тетрархи по 49 человек, каждая под командованием тетрарха. Тактическое построение тетрархи называлось клином. На поле битвы 4 клина строились в линию с определенными интервалами, необходимыми для маневра. При наличии конницы, способной к таким тактическим передвижениям, пехоте подвижность столь остро не требовалась. В ходе войн, предпринятых Филиппом II, было также усовершенствовано осадное искусство. Наряду с камнеметами широко использовались так называемые «черепахи», механизмы, в которых сочетались тараны и устройства, позволяющие расчищать и выравнивать дорогу. После реорганизации и переподготовки войска, Филипп наконец смог уделить должное внимание происходящему в крайне тревожных пограничных регионах. Разгромив эллирийского правителя Бордила за счет флангового маневра кавалерии, Филипп обратился к западному пограничью. Там он обеспечил стабильность путем брака с дочерью царя Молосцев, наиболее значимого из племен в горах Эпира. Именно союз с этой женщиной Олимпиадой принес Филиппу в 356 году второго сына Александра. Далее Филипп направился к восточным границам царства, где македонянам приходилось отбивать постоянные набеги со стороны фракийских племен. Кроме того, внимание царя притягивали богатые греческие города-государства в Халкидике и вокруг нее. Первой целью Филиппа в этом регионе стал Амфипал, афинская колония, окрестности которой изобиловали строевым лесом и граничили с горой Пангион, богатым источником золота и серебра. В 357 году Филипп осадил город, который к ужасу афинян пал через считанные недели. Прочие греческие образования в Халкидике сдались Филиппу либо за счет интриг и предательства, либо не выставив перед силой македонского оружия. По греческим меркам военные успехи Филиппа были впечатляющими, однако наличие у царя имперских амбиций пока не проявлялось сколь-нибудь заметно. В своей внешней политике Филипп обычно довольствовался заключением и поддержанием оборонительных союзов с потенциально беспокойными соседями или же просто подкупал их, не скупясь на взятки. Повод вмешаться уже в греческие дела появился у Филиппа в 353 году, когда в ходе бушевавшей на юге Третьей Священной войны Фессалийская лига пригласила македонского царя оказать помощь в борьбе против мятежного города Феры и их союзников из Факийского союза. Потерпев два серьезных поражения в битвах от факийского войска под началом Аномарха, Филипп реорганизовал македонскую армию и при поддержке фессалийской кавалерии сокрушил войска факийцев в сражении на поле Крокусов в 353 году. Успехи Филиппа в Фессалии привели к назначению македонского царя главой лиги. Водушевленный победами Филипп решил проверить на прочность обороноспособность стран, расположенных уже в центральной Греции, однако не смог продвинуться дальше Фермопильского перевала. К тому моменту в городах-государствах Греции наконец осознали, что самую большую опасность для их независимости представляет именно Македония. В Афинах ярый противник Филиппа, оратор Демосфен, адресовал македонскому царю ряд гневных речей, известных как Филиппики. Однако Филипп решил не увеличивать враждебность афинян к себе. В 346 году он заключил непростой мир с Афинами и вновь возвратился к делам на севере, где сокрушил противодействие фракийцев и расширил собственные владения до Гелеспонта и Мраморного моря. Однако напряженность в отношениях между Филиппом и Греками нарастала, и когда македонский царь в 341 году взял в осаду Перинф и Византий, а также перехватил афинские корабли с зерном в Гелеспонте, в Афинах забили в тревожные колокола. Маршрут поставок зерна из районов на побережье Черного моря служил кровеносной артерии, питавшие многолюдные афины, и терпеть подобные поползновения город никак не мог. Фивы, натерпевшиеся от Филиппа, тоже ощущали потенциальную опасность Македонии, угрожавшей в том числе и их интересам. К 338 году стало очевидным, что конфронтации с фивами и афинами Филиппу избежать не удастся. Македонский царь уже в сопровождении 18-летнего сына Александра двинул войско на юг Факиду и захватил город Элатея. Дорога на Фивы и Афины лежала открытой для македонского войска. В безумные организационные лихорадки афиняне отправили в Фивы посольство во главе с Демосфеном, которое действовало вполне успешно и заключило с фиванцами союз против Македонии. Завербовав имевшиеся под рукой отряды наемников, афиняне соединились с фиванцами и сохранившими им верность союзниками около городка Хиранея. В начале августа к Хиранеи подошло войско Филиппа. Поле будущего сражения представляло из себя равнину шириной в 4 километра, с севера ограниченную рекой Кефисос, а с юго-запада – холмистой местностью. Эти два естественных барьера прикрывали фланги союзной армии, вынуждая Филиппа на лобовое столкновение со стеной гоплитов. На левом фланге союзников выстроились афиняне под командованием Хариса или Сикла. Несмотря на то, что граждане Афин могли позволить себе лучшее снаряжение во всем греческом мире, упадок военных традиций и отсутствие серьезного опыта боевых действий снижали боеспособность афинского контингента. В центре союзного построения находились отряды из Каринфа, Халкиды, Мегар и других городов, а также наемники. На правом фланге под началом Феогена разместились фиванские гоплиты, имевшие репутацию лучших воинов во всей Ладе. Наиболее престижную позицию на самой оконечности правого фланга греческих порядков занимал священный отряд, отборное подразделение в 300 фиванских гоплитов, славившихся своей доблестью и неустрашимостью. Особый романтизм священному отряду придавал способ его комплектования. Подразделение было сформировано из 150 пар мужчин-любовников, которые, как считалось, готовы были совершать подвиги ради своих возлюбленных. Общая численность греческих войск равнялась примерно 30-35 тысячам человек. Филипп командовал сопоставимыми по численности силами, хотя у него еще имелся резерв в 2000 всадников. Расположив македонскую фалангу по всему фронту, Филипп принял командование правым крылом, тогда как своему сыну Александру вместе с другими македонскими военачальниками отвел место слева. Александр, уже тогда подававший большие надежды в военном деле, принял командование кавалерийским резервам, остававшимся позади фаланги. Сражение открыл правый фланг македонской армии. Приказав остальным войскам оставаться на месте, Филипп двинул подконтрольную ему часть фаланги на афинян. Через некоторое время боевые порядки сомкнулись, и македонские воины получили возможность показать все, чему они научились за предыдущие годы. Как и ожидалось, превосходство македонян в опыте сразу начало сказываться на ходе сражения. Афиняне понесли большие потери, им все труднее становилось сохранять боевое построение. Однако Филипп не планировал заканчивать сражение здесь и сейчас. Порядком измотав и обескровив афинян, македонский царь приказал своим воинам отступать, прикрываясь щитами. Афиняне, решив, что победа близка и не обращая внимания на усталость, бросились преследовать македонян, еще сильнее расстроив свои боевые порядки. Увлеченность афинян погоней и плохая координация между союзниками привели к тому, что одна часть греческого войска последовала за левым флангом и тоже вступила в сражение, в то время как другая, в том числе наиболее боеспособные фиванские отряды, остались на своих позициях. В результате в греческой линии образовалась брешь, в которую устремился Александр во главе тяжелой конницы. Обогнув левый фланг греческого войска, Александр направил своих всадников в тыл фиванцам. Одновременно Филипп прекратил свое отступление и уже по-настоящему обрушил на афинян всю мощь македонской фаланги. Истощенные афиняне, осознав свою ошибку, обратились в беспорядочное бегство, а в скором времени за ними последовали и другие греки. Только священный отряд на правом фланге союзной армии продолжал отчаянно отбиваться от македонян. В конечном итоге, окружив фиванцев, македоняне перебили всех до единого, окончив славную историю священного отряда. Впоследствии фиванцы воздвигли здесь памятник, постамент с мраморным львом, олицетворявшим мужество сложивших свои головы гоплитов, а поздние археологические раскопки подтвердили их печальную участь. Как бы то ни было, Филипп добился решительной победы над греческим войском. Гибель священного отряда отозвалась эхом по всей ладе. Однако наибольшие потери пришлись на афинян. Из шеститысячного афинского контингента тысяча осталось лежать на поле битвы, в то время как еще две были захвачены в плен. Став после сражения при Херанеи фактическим хозяином Греции, Филипп II должен был срочно урегулировать свои отношения с недавними противниками и, в первую очередь, самыми опасными – фивами и афинами. Прежде всего он ликвидировал фиванскую гегемонию в Беотии. Все беотийские города были объявлены свободными и автономными, а в самих фивах Филипп разместил македонский гарнизон. По отношению к афинам Филипп занял иную позицию. Афины сохранили свою независимость и территорию, а в обмен на Херсонес с Фракийский, отошедший к Македонии, афиняне приобрели ароб. В конце 338 года Филипп, желавший придать своему господству в Греции легитимные формы, пригласил все греческие города прислать своих представителей на Конгресс в Каринф, где Филипп провозгласил создание Каринфского союза. Заключенный между Филиппом и Греками договор предусматривал установление всеобщего мира и запрещал какие бы то ни было вооруженные столкновения между его участниками. Территория каждого полиса объявлялась неприкосновенной. Гарантировалась свобода судоходства. Города-участники союза были свободны от налогов и повинностей, однако обязаны были выставлять свои воинские контингенты для борьбы против общего врага. Возглавлялся союз Гегемоном, которым стал Филипп II. Для рассмотрения текущих дел союза был создан специальный орган Совет Эринов, куда каждое государство делегировало своих представителей. Впрочем, демократичность союза была лишь внешней. На деле македонский царь как гегемон обладал всей полнотой политической и военной власти в Греции и мог не считаться ни с общеэллинскими интересами, ни с интересами отдельных городов. Создание общегреческого политического механизма, который находился целиком в руках Филиппа, позволило ему перейти к активным действиям против Персии. Панелинский союз объявил Персии войну, и Филипп высадил свои войска в Малой Азии. Они должны были освободить ионийские города и обеспечить плацдарм для наступления вглубь персидского царства. Однако Филиппу не суждено было завершить начатое им дело. В 336 году знатный македонянин Павсаний убил македонского владыку. Официальная версия произошедшего объясняла убийство личной обиды Павсания. Однако, учитывая, что незадолго до этого между Филиппом и Александром произошел серьезный конфликт, эта версия кажется малоубедительной. Доказательств причастности Александра к смерти своего отца, впрочем, тоже не существует. Как бы то ни было, 20-летний Александр взошел на престол Македонии, еще не зная, какая судьба была уготована ему в будущем. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Патреоне, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи!